Добрый день, друзья! В сегодняшнем видео мы будем разбирать общий хирургический инструментарий. Общий хирургический инструментарий имеет размеры для глубины раны до 20 сантиметров. Хирургические инструментарии подразделяются на прямые и изогнутые, по оси и по плоскости. Также весь инструментарий можно разделить на инструменты для разъединения тканей, кровоостанавливающие инструменты, фиксационные инструменты и инструменты для соединения тканей. Инструменты для разъединения тканей. Скальпель. Назначение скальпеля – рассечение любых мягких тканей. Скальпели разделяют по форме лезвия на остроконечные и брюшистые. Брюшистый. Длинная ось клинка проходит по спинке. Остроконечный. Длинная ось клинка проходит посередине. Сразу изучим правильное положение скальпеля в руке. В позиции столового ножа, когда указательный палец упирается в обушок скальпеля. В позиции пищевого пера. В позиции смычка. Техника послойного рассечения тканей. Первое – вкол. Второе – перевод на лезвие. Третье – заканчивается рассечение в положении вкола. Ножницы. Назначение ножниц. Рассечение небольших по толщине образований и шовного материала. Инструмент бывает прямой, изогнутый по плоскости и изогнутый по ребру. Также инструмент бывает остроконечный. Оба конца имеют угловую форму. Тупоконечный. Оба конца закруглены. Комбинированный. Остротупоконечный. Ножницы, изогнутые по плоскости. Ножницы Купера. Ножницы, изогнутые по ребру. Ножницы Рихтера. Правильное положение ножниц в руке. Рабочие. Положение ножниц в руке. Ногтевая фаланга четвертого пальца рабочей руки находится в нижнем кольце. В кольце верхней бранши располагается ногтевая фаланга первого пальца. Третий палец лежит на кольце вместе его соединения с браншей. Второй палец упирается в винт. Нерабочее положение. Прочное удержание ножниц прижатием к ладонной поверхности четвертым и пятым пальцами. При этом четвертый палец находится в кольце ножниц, а пятый палец прижимает другое кольцо к ладонной поверхности руки. Продолжение следует... Продолжение следует...